Добрый день, уважаемые журналисты! Добрый день, гости пресс-центра Одесситов. Начинаем нашу пресс-конференцию, которая посвящена вопросам о СНД. Я представляю наших спикеров. Это Александр Кословский, директор Департамента городского хозяйства Одесского городского совета. Здравствуйте. Екатерина Сербина, начальник отдела тарифной политики Департамента экономического развития Одесского городского совета. И Татьяна Петрова, временно исполняющая обязанности, заместителя директора коммунального управления правовая помощь. Очень добрый день. И, Александр, пожалуйста, расскажите нам о изменениях, которые сейчас ждут всех, кто создал СНД. Ну, что, в первую очередь, хотел бы сказать, что пока не опубликован закон Украины про внесение ЗМИ до ст. 13 закона Украины про собою созидисленное право властностью в богатопытную будинку, он всего, естественно, не вступил. Но, в принципе, этот закон, он разъясняет то, что неоднократно на всех встречах, во всяком случае, я, будучи на телевидении, встречаясь с жильцами, с представителями депутатского корпуса, я всегда разъяснял, что, скажем так, та фраза, которая очень часто пользуется не только на телевиденной базе, так и прочее, прочее, крах, уничтожение жеков, значит, окончание монополии и все, что связано с ликвидацией, вот все будет ликвидировано и построено по новой. Я всегда говорил, что это не революционное деяние, когда мы что-то уничтожаем, а потом на голом месте будем что-то выстраивать. Это постепенный переход от одной формы управления жилыми домами в другую форму в соответствии с теми изменениями в нашей жизни, со вступлением новых законов, которые гласят о том, что жильцы наших многоквартирных домов, которые имеют собственность в этих домах, в частности, это приватизированные квартиры, ну, это уже купленные, подаренные, полученные на средства, а также владельцы нежилых помещений, они имеют право выбрать форму управления своим домом, форму обслуживания своим домом по собственному желанию. Эти формы предусмотрены законом 417, вот, 14-го года. Единственное, что тот закон, как бы, имел, скажем так, такую особенность, что было написано, вступает всего с 1 июля 15-го года и с 1 июля 16-го года, как многие понимали, что вот все, все закончилось, только в СМД и только управляющей компании. Ну, мне адаптно говорили и представители городского совета, городского полкома, что с 1 июля ничего не заканчивается. Те совладельцы, которые избрали форму управления в СМД, они ее зарегистрировали. Согласно решениям сессии мы эти дома передаем согласно бухгалтерскому учету в управлении в скобках на баланс, для того, чтобы в будущем избранная или председатель в СМД, или уполнавженная особа могла обратиться к поставщикам услуг и, соответственно, заключить договора на поставку газа, на поставку тепла, на поставку электроэнергии, на обслуживание лифтов, на вывоз мусора и все, что с ним связано. Единственное, что вот этот вот, скажем так, закон Украины про внесенный смен, он точно так же это разъясняет, что в случае в период, как они пишут, в период виду оголожения конкурсу с призначением управителя багатоквартирного будинка та до моменту визначения переможця конкурсу и укладывания договорей про наданное послуг с управлением багатоквартирным будинком, послуг из утримания будинков и споруд на прибудинковых территорий, продолжают надавать в видовидно багатоквартирных будинках, в оконавстве таких послуг, которые надавали в видовидные послуг до початку проведения конкурса. Хотел бы уточнить, что согласно закону 417, те дома, которые не определяются с формой управления, в органах местного управления должен быть объявлен конкурс, и на основании конкурса будет заключен договор на обслуживание этого дома, от имени городской громады будет, опять же, назначен орган, уполноваженный на это, и с этой компанией будет заключен договор на обслуживание дома. К сожалению, в 417 законе было сказано, что порядок проведения конкурса должен быть определен центральным органом, в частности, у нас это Минрегион, к сожалению, такой порядок еще не определен. Поэтому мы пользуемся теми положениями, которые гласят о том, что, еще раз повторюсь, приняли решение на сессии, выходят, естественно, на новую форму управления. Не приняли, будет продолжать обслуживать ЖКС, на территории которого находится этот дом, и, соответственно, чтобы жители не волновались, что их кто-то бросил, что что-то случится. Все будет, как говорится, идти своим путем. В дальнейшем будем проводить, опять же, работу с жильцами, разъяснять, как правильно это все уформить, и, соответственно, город будет продолжать жить. Субтитры создавал DimaTorzok